28 августа губернатор Тверской области провел личный прием. Жители Верхнево уже обратились к главе региона по самым разным вопросам. На встрече присутствовал наш корреспондент Наталья Чекет. Жительница Пеновского района Мария Миронова обратилась к Игорю Рудени с просьбой выделить средства на замену кровли крыши в местной больнице. Здание было построено еще в 1962 году и с тех пор там не проводился капитальный ремонт. Работники больницы своими силами осуществляли точечный ремонт, но этого недостаточно. В основном протекает в женской консультации, в детской консультации, в кабинете ЛОР и над лестницей. Мы, конечно, своими силами все это делаем, но крыша сделана из шифера, конечно, все протекает. И хотим, чтобы нам помогли перекрыть полностью задание. Выслушав заявительницу, губернатор сказал, что соответствующая работа проводится. Средства уже выделены и замена кровли начнется в ближайшее время. Также, как отметил глава региона, после проведения всех необходимых обследований планируется отремонтировать и фасад здания. Финансирование заложено. Начнем в ближайшее время. И надеюсь, что постараемся сделать до января 2021 года. На прием к губернатору пришла жительница Андреаполя Елена Воробьева, врач местной ЦРБ. Она обратилась с вопросом о необходимости проведения ремонта дороги. В частности, речь шла об участке дороги Андреаполь-Хитина-Пена-Осташков. По ее словам, состояние дороги может играть решающую роль при транспортировке пациентов в медицинское учреждение. Для Андреаполя это очень актуально и важно. Потому что в основном транспортировка больных идет в межрайонный центр Нелидова, в Оржев и в Тверг. В честь вот этот участок трассы. И хотелось бы, чтобы для больных это было более комфортно и более быстро. Ну и также для жителей района это тоже немаловажно. Ремонт дороги был начат в 2019 году. По областной программе отремонтировали 17 километров автодороги в Пеновском районе. В этом году работы продолжились по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Драмативное состояние приведено 33 километра трассы в Андреапольском муниципальном и Осташковском городском округе. На следующий год у нас заложен этап. Я надеюсь, что мы начнем раньше в этом году. Уверен, что мы сейчас на корпус проведем. Это ваших кусочек 23 километра. И второй кусочек, который уже от Андреаполя до М9 22 километра. По вашему отрезку сейчас еще посмотрим, может быть, какие-то противоаварийные работы проведем. И надеюсь, что уже с октября начнем подготовительные работы. Среди других вопросов, озвученных заявительницей, ремонт кровли центрального корпуса больницы. Игорь Руданец заверил, работы будут проведены.